это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер 24 мая день славянской письменности и культуры самое время поговорить о том что мы или все-таки они сделали с русской литературой культурой в целом так что друзья сегодня настраивайтесь на обстоятельный серьезный разговор философу теодору аддорно приписывают следующую фразу после освенцима любая поэзия невозможна в оригинале эта фраза звучит так после освенцима любое слово в котором слышатся возвышенные ноты лишается права на существование и суть тут в том что культура в которой по сути вызрел нацизм недостойно права на существование после второй мировой войны до слова аддорно это во многом стыд уцелевшего и он имеет место быть однако нельзя отрицать и того что поэзия или шире искусства для многих узников тех же концлагерей становилась отдушиной спасения но насколько это было возможно более того именно войны рождали новое искусство как своего рода противоядие злу смотрите крымская война к примеру дала нам севастопольские рассказы льва толстого эти свидетельства очевидца о будничности кошмара и подвига революция 1917 года подарила нам талантливых юношей шолохова гайдара платонова а многие к тому времени уже созревшие писатели что называется окрепли и в каком-то смысле переродились ну например серафимович алексей толстой да и тот же александр грин ну а великая отечественная война дала нам колоссальный пласт фронтовой литературы вот суть этого появления явлений если угодно сформулировал блестящим вадим кожанов преобладающая часть военных стихотворений написано не столько о войне сколько войной действительно поколение фронтовых поэтов мы получили твардовский сутки самойлов могу перечислять долго фронтовая проза виктор некрасов юрий бондарев константин воробьев ну то же самое в общем то касается и кино что ж поздравляю с удачей большое искусство рождалось в россии на стыках и сдвигах тектонических плит истории именно так друзья ведь трудные времена заставляли художников осмысливать происходящее давать образы будущего и вот тут мы подходим к настоящему к актуальному вопросу способна ли русская или российская культура на это сейчас способна ли она дать нам новые смыслы или поэзия уже невозможно но не в силу моральных терзаний а в силу творческой импотенции давайте разбираться вот то что произошло с той же русской литературой после 1991 года это безусловно катастрофа до процессы гниения начались еще до развала ссср но именно в 90-х они стали очевидны всем из национального достояния литература стала предметом рынка и нам постарались внушить согласно логике постмодернистской логике ролана барта что все мнения а значит и все тексты равноценны лучший же текст выбирается согласно законам рынка то есть его выбирает конечный потребитель читать но это была ложь потому что во главе так называемого литературного процесса стала свором менеджеров и продюсеров начавшая определять значимость того или иного текста по сути литература стала жить по законам шоу бизнеса только с куда меньшим размахом мало шоу и почти никакого бизнеса и те кто еще недавно был обслугой стали кураторами культурных процессов как в песне кабейна служить слугам о нет однако многим служить все-таки пришлось ведь то что мы наблюдали это был неестественный культурный отбор и в первый ряд выдвинулись имитатора от литературы а подчеркиваю слово имитатор и почти всех их объединили я скажу намеренно упрощая не любовь к русскому а смеяние всего и вся вопли так жить больше нельзя и деконструкция любых смыслов традиции русской литературы связанные в первую очередь с богоискательством были отброшены полностью а новые писатели принялись переписывать западных коллег которые ранее наоборот учились у русских классиков маразм не иначе да когда-то пушкин черпал многое у байрона однако это он переосмысливал уже в русской традиции тот же тургенев служил великолепным проводником связующим звеном между западом и россии но новая российская литература не русская именно российская и скажем так мейнстримная часть она пошла по пути совершенно бесстыдного подражательства оттого со временем ее логично вытеснила литература переводная сейчас не читают практически российскую литературу в основном переводную это неудивительно без слишком долго читателя обманывали каким-то национальным бестселлером большой книгой а на деле впихивали пустышки аналогично история произошла из кино но об этом я более детально говорил в одной из своих предыдущих программ с той разницей правда что кинематограф ну туда в бухи вали куда больше денег и тому есть логичное объяснение ведь новая власть она уже не видела в литературе фактора серьезного влияния и прошли те времена когда например николай первый изучал рукопись графа нулина а сталин писал на тексте платонова сволочь на полях до власть отдала по факту культуру на откуп менеджерам которые сами стали определять стоит внимание что стоит внимание что нет не подчинитесь воли народа это не народ это не народ это хуже народа это лучшие люди города так кто эти люди давайте ответим на данный вопрос а а это так называемые менеджеры и менеджерки редакторы и редакторки которых буквально воротит тошнит от всего русского особенно от героического русского именно так их отличительная черта этих дам и господ в том что они не ведают не чувствуют своего народа более того они сознательно отделяют себя от него знаете они бы лучше провели какой-нибудь модный сейшн на котором собирали быть донатики в пользу каких-нибудь там не знаю геев из бронгса они бедные вынуждены заниматься страшно сказать россии опять воротит действительно воротит от таких слов примеру как подвиг сталинград великое отечество на русский подвиг ну что им бедным делать надо терпеть ведь их синякура в культуре позволяет вкусно жрать по другому не скажу да уж как точно пел летов пластмассовый мир победил их пластмассовыми по сути в жизнь воплотилась антиутопия где согласно пророчеству хаксли всем управляет армия администраторов и менеджеров а роль новых героев играют так называемые селебрити и интеллектуалы продвигающие идеи нового дивного мира их отличает характерная черта это вторичность и близость кормушки которая охраняется лучше чем любые нефтяные вышки если этих людей интересует культура которой они льнут так жадно и алчно льнут то исключительно как бизнес и вот соответственно нет ничего удивительного что после 24 февраля 2022 года когда все это обрушилась и мы увидели новый миропорядок эти люди вдруг стали вести себя скажем так странно да многие из них эти селебрити или интеллигенция называйте как угодно они либо отреклись от своего народа и государства либо просто банально преодолели на самом деле вот чем фокус они поступали так и раньше но теперь в силу непреодолимых обстоятельств образ их действия и мышления скажу поэтично подвергся своего рода фото увеличение и вот тут важно сделать ремарку суть ведь не в том чтобы не иметь альтернативного мнения отнюдь альтернативное мнение априори необходимо но как так получается что люди которые хаят родину не отказываются от государственных наград а продолжают получать государственный контракт опять же суть не в том чтобы напитать культуру патриотизмом вот этим казенным бюрократическим патриотизмом и любить родину по разнарядке это абсурд это тупик это фальшь и мерзко так чем же суть а суть в том чтобы дать шанс нашей культуре быть русской именно так дать шанс нашей культуры развиваться в соответствии с внутренней логикой и внешними вызовами а не по проекту так называемых эффективных менеджеров вот тут я приведу цитату достоевского очень верно я так создан что не могу жить без святынь но все же я хотел бы святынь хоть капельку посвятее не то стоит ли им поклоняться и вот действительно где те идеалы где те смыслы которые дают человеку современная российская культура давно ставшая культуркой если от нее какой-то проб он знал кратчайшие пути к тем оазисом где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов а ведь новое время диктует нам новые вызовы и мы должны мы обязаны отвечать на них иначе все это как говорится кирдык и вот один из этих вызовов это вычищение родины от плесени мещанство глупости пошлости от плесени которая поразила российские медиа и культурку василий розынов писал о всюду просочившимся искусстве кабака очень точное определение однако тут требуется уточнить плесень и она ведь не просачивается она въедается и тут даже не кабак у нас потому что там больше искренности тут скорее бордель где знаете стыдно подносить тем самым дамам ананасную воду и вот от этого борделя нельзя избавиться там запретами все запретить их наказать нет тут важно отыскать новые имена и дать новые смыслы предприятие в чем фокус вся эта спецоперация на украине она имеет смысл и должна идти только вместе со спецоперацией в самой россии где мы буквально должны обязаны просто отвоевать и заново получить свою идентичность это была программа игра в классике меня зовут платон беседен берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удача вам любви и терпения